Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге. Подписывайтесь на наш канал «Доктор Лазарев», ставьте колокольчики, лайки и распространяйте информацию, это может спасти чью-то жизнь. Тема сегодняшнего видео – мифедрон, но имейте в виду, что наши видео не пропагандируют употребление каких-либо наркотиков, а лишь говорят о последствиях их употребления. Наркотики не решают ваши проблемы, а лишь создают новые. Что же такое мифедрон? Мифедрон или 4-метилметкатинон, стимулирующий наркотик из группы психостимуляторов, являющийся синтетическим катиноном, который был впервые синтезирован в 1929 году, но был неизвестен широкой публике, пока не был заново открыт в 2003 году израильским химиком доктором Зи. По своей структуре мифедрон очень похож на катинон, содержащийся в растении кат. В странах Аравийского полуострова и Восточной Африки кат – это неотъемлемая часть жизни общества. Местные жители жуют листья растения, заваривают из них чай или просто скуривают. Кат принимается во время встреч в кафе, после работы и как средство релаксации. Студенты употребляют его во время подготовки к экзаменам. Во многих странах, в том числе и в России, кат относится к наркотическим средствам и полностью запрещен. Мифедрон приобрел бешеную популярность, когда в 2008 году в Европе обвалился рынок МДМА. Обвал рынка произошел из-за активной борьбы камбоджийских властей с производством сафрола – основного вещества для синтеза МДМА. В июне 2008 года они уничтожили и изъяли 33 тонны сафрола. Этого количества хватило бы для производства 245 миллионов таблеток экстази. В это же время было обнаружено, что мифедрон стал входить в состав почти всех таблеток экстази в Европе. Мифедрон – дизайнерский наркотик. Это значит, что ученые и химики меняют формулу запрещенного вещества, и вот оно уже как бы легально и не запрещено законом. В начале своего пути он продавался вполне легально, в виде солей для ванн, и только потом был полностью запрещен. Если посмотреть на классические наркотики, большинство из них раньше использовали в медицинских целях, пока не обнаружили серьезные побочные эффекты и аддиктивный потенциал. Так произошло с героином, МДМА, амфетамином, кокаином. Ввиду этого эти вещества хорошо исследованы, и ученые с врачами точно знают, какая субстанция на что влияет и какие последствия несет при длительном употреблении. С дизайнерскими наркотиками, в том числе и мефедроном, все не так. Главная опасность дизайнерских наркотиков, мефедрона в том числе, в том, что их воздействия, опасные дозировки и последствия приема никому неизвестны. В этом плане люди, которые употребляют мефедрон, являются участниками одного большого неофициального эксперимента, который никем не регулируется и который нельзя вовремя остановить. Ухудшается ситуация тем, что многие пользователи считают мефедрон более безопасным веществом, чем амфетамин или МДМА с кокаином. Однако это далеко не так. Чуть позже я расскажу, почему. Какие же основные способы употребления мефедрона? Основной способ интраназального дыхания через нос, а также перорально добавляется в напитки и инъекционно. В большинстве случаев употребление начинается путем вдыхания, то есть интраназально, однако быстро растет толерантность и желаемую эйфорию уже не получить. Поэтому растут дозы и некоторые пациенты переходят на инъекционное употребление. Обязательно посмотрите историю выздоровления Игоря на нашем YouTube-канале, где он подробно рассказывает о том, как перешел от эпизодического интраназального употребления через нос к систематическому внутривенному. Какой же механизм действия мефедрона? С мефедроном история интересная. В исследованиях на животных было показано, что мефедрон не только препятствует обратному захвату моноаминов в нейроны, но еще и стимулирует высвобождение нейромедиаторов. Вероятно, именно такая двухсторонняя атака на нейроны приводит к мощному выбросу большого количества нейромедиаторов и яркому эффекту от наркотика. Теперь о том, какие конкретно нейромедиаторы высвобождают мефедрон. Пока об этом мы можем судить только по исследованиям на животных. На сегодняшний день есть данные ни одного исследования на крысах, в которых было доказано, что мефедрон увеличивает уровень дофамина почти так же, как амфетамин, а уровень серотонина больше, чем МДМА. Какие же в норме эффекты этих нейромедиаторов? Эффекты дофамина – это когнитивные способности. Он влияет на скорость мышления. Также управляет движением, высокий уровень активности, мотивация, подкрепление положительных эмоций, обучение. Серотонин – это снижение негативных эмоций, снижение посторонних сигналов, позволяет концентрироваться на задаче и снижает тревогу, корректирует сон и болевую чувствительность. Из-за того, что мефедрон влияет на освобождение большого количества серотонина, появляется чувство эйфории, эмпатии, близости с окружающими людьми. Из-за воздействия на дофаминовую систему мефедрон обладает стимулирующим воздействием и потенциалом к развитию зависимости. Эффекты от приема мефедрона – умственная и физическая стимуляция, эйфория и подъем настроения, чувство эмпатии, открытость, увеличение коммуникабельности, желание говорить с другими людьми, повышение трудоспособности, снижение аппетита, расширение зрачков, медряз, необычные ощущения в теле, покраснение лица, озноб, кусиная кожа, энергия тела, изменение в терморегуляции, потливость, учащение пульса и повышение давления. Какие же причины развития зависимости от мефедрона? Поведение, направленное на поиск наркотика и мотивация, которая активирует такое поведение, напрямую связаны с концентрацией дофамина в головном мозге, как я же сказал, из его функции, и временем полувведения наркотика из организма. Мефедрон вызывает мощный выброс дофамина и серотонина, что уже было описано выше, Но что происходит дальше? Уже через 25 минут концентрация обеих нейромедиаторов в мозге падает вдвое, в то время как МДМА и амфетамин поддерживают концентрацию серотонина и дофамина на протяжении долгого времени. Возможно, это связано с быстрым периодом полувведения вещества из организма, порядка двух часов против восьми часов у МДМА. Быстрое проникновение в мозг плюс мощный выброс серотонина и дофамина, быстрый метаболизм и вывод из организма равно наркотик с высоким аддиктивным потенциалом. Если сказать простыми словами, мефедрон вызывает яркие ощущения, которые уходят так же быстро, как и пришли, что вызывает сильное желание употребить еще и еще одну дозу. Какие же последствия употребления мефедрона? Сначала осложнения, связанные со способом введения. При постоянном контакте с мефедроном слизистые оболочки воспаляются, поэтому интраназальное употребление наркотика провоцирует раздражение полости носа и неприятные болевые ощущения в носовых ходах и носоглотке. Осложнения также могут проявляться развитием уволита, воспалением небного язычка и кашля. При внутривенном употреблении мефедрона многие потребители отмечают чувство сильного сжения в области укола, повторные инъекции, приводят к повышенному тромбообразованию, возникновению флебитов, склерозированию узлов, абсцессов и в тяжелых случаях регионарным некротическим поражением. Именно поэтому в одну вену потребители производят не более 2-3 инъекций. Другие риски вследствие употребления мефедрона связаны с распространением ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем. Как уже было сказано ранее, основное последствие употребления мефедрона – это именно психическая зависимость, которая развивается быстро и характеризуется желанием вновь и вновь достать наркотик и употребить его. Постепенно нарастают изменения психики. Острые психотические расстройства после мефедрона развиваются при употреблении высокой дозы, при приеме малых доз за короткий промежуток времени, марафоны, а также у людей, перенесших черепно-мозговые травмы, острая интоксикация ядами, нейроинфекция, инсульты. При соблюдении привычной дозировки и отсутствии органических поражений нервной системы психические расстройства менее тяжелые, представлены в основном эмоциональными нарушениями. В отличие от солей, при соблюдении привычной дозировки и отсутствии органических поражений нервной системы психические расстройства менее тяжелые, представлены в основном эмоциональными нарушениями. Распространены следующие расстройства психики на фоне приема мефедрона. Это двигательное беспокойство, тревога, дисфория, тоскливое злобное настроение, депрессия, суицидальное поведение и бессонница, галлюцинации и бред-преследования, амнезии на недавние события, рассеянность, агрессивность. Физические же последствия употребления мефедрона следующие. Повышенное потоотделение и специфический мефедроновый запах, мефедроновый пот, нарушение ритма сердца, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, гипертонические кризы, инфаркт, острое нарушение мозгового кровообращения, острая почечная и печеночная недостаточность, разрушение мышечной ткани, спазм мышц, тризм жевательной мускулатуры, тошнота, рвота, расстройство пищеварения. Рассказывая про мефедрон, вспомнил такую историю, как ко мне на консультацию приходила девочка 14 лет и рассказала, что употребляет мефедрон с 12 лет, самостоятельно покупая его через закладки. То есть этот наркотик настолько доступен, что 12, 13, 14-летние дети могут самостоятельно его покупать. Это на самом деле ужасно. Много людей приходят на консультацию и не готовы проходить полноценное лечение, реабилитацию, потому что считают, что это какой-то мефедрончик, просто стимулятор, просто энергетик, просто помогает парам в сексе. Хотя на самом деле после такого длительного употребления сексуальная жизнь вообще нарушается. Какие же современные подходы к лечению зависимости от мефедрона? Как я уже сказал, не стоит недооценивать этот наркотик. И лечение должно быть по тем же принципам, что и лечение зависимости от солей, героина и метадона. Это следующие этапы. Первое. Детоксикация или, общими словами, медикаментозное лечение. Когда пациент госпитализируется в стационар, всесторонне обследуется, берутся анализы, его смотрят терапевт, невролог, другие специалисты, если этого требуется. Но самое главное, психиатр подбирает правильное лечение для восстановления баланса серотонина и дофамина, о чем я говорил в самом начале этого видео. Этот этап занимает от 7 до 10 дней в среднем. Следующий этап после детоксикации – это реабилитация. Наверное, это самый важный и самый главный этап, потому что физическое очищение и восстановление не гарантируют того, что человек вновь не сорвется. В нашей клинике подход основан на том, что одна бригада работает с пациентом с самого начала. Она состоит из нарколога, психотерапевта, психолога, социального работника, равного консультанта. И на этапе реабилитации психиатр продолжает наблюдать пациента с зависимостью от мефедрона, устранять депрессию, бессонницу и те последствия, о которых я рассказывал. Но акцент делается на индивидуальной и групповой психотерапии и работе в рамках терапевтического сообщества с людьми, с консультантами, которые сами имеют успешный опыт выздоровления и трезвости. Этот этап занимает от 3 до 6 месяцев. Третий этап, наверное, самый важный с учетом доступности современных наркотиков – это ресоциализация. Когда наши пациенты возвращаются уже в социум, но продолжают жить в городе под наблюдением наставника с большим стажем трезвости, по необходимости им оказывается медицинская помощь. Они продолжают получать антидепрессанты, если это того требуется, и отрабатывают навыки, полученные в реабилитации, уже в условиях города, в условиях трезвой жизни. Подводя итог, хочу сказать, что мефедрон – это далеко не безобидное вещество. Из механизма его действия, о котором я рассказал в этом видео, понятно, что он грубо нарушает работу дофаминовой и серотониновой системы головного мозга, что приводит к длительным депрессивным состояниям, тревоге, паническим атакам и нарушению когнитивных функций памяти и внимания. И это требует достаточно длительного лечения, состоящего из медицинского этапа реабилитации и ресоциализации, который может занимать до года. Поэтому перед тем, как попробовать первый раз мефедрон, задумайтесь, стоит ли оно того. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...